всем здарова ребят пришло время как и обещал подвести итоги розыгрыша вот этой вот удилки ну что за удочка я говорил то есть максимально легкая карбон хороший звонки и мощные тест до полтинника но тут такая швабра что можно клыки я не знаю челюсть судаку вырвать просто ну действительно то что надо мне такая же но 67 потому что снимаю на камеру с груди и нужно чтоб кадр был чуть подальше вот и все вам она абсолютно подойдет то есть вот можно двумя пальчиками держать вот здесь такие вот крепления под катушку советую поставить сюда обычную проводочную катушку потому что она не под мульт здесь кольца обычная проволока вот есть удочки такие под мульт там кольца уже более серьезные со вставками по которым постоянно ходит леска под нагрузкой здесь же получается обычная двойная проволока ну как на чулановке такие же кольца вот но качественно обмотанные хорошо пройдены лаком проблем нет никаких я на нее ловил отличная удилка мне очень нравится вконтакте пишите в личку если кому-то интересно могу скинуть ссылку многие люди уже написали я всем скинул где брал чё как с этого ну я ничего не имею бесплатной рекламой заниматься не хочу на аудиторию большую но если вам интересно всегда подскажу конкретно каждому мне не сложно вот кто же у нас победил сейчас я открою тут я победители выбрал тут дело то в чем хвалить или не хвалить было меня не обязательно было просто написать свое мнение помог канал не помог поэтому здесь побеждает человек с никнеймом евгений фомин вот его комментарии приветствую продолжает снимать видео попутно объяснять что как и почему однозначно надо смотреть ваши ролики приятно самое главное все в них понятно благодаря вашим видео с уменьшением веса осенью правда я береговой ловли пока не занимался но только с лодки тут же получил порядка десяти поклевок и шестерых было поймано очень информативное видео насчет вебов теперь буду смотреть как он висит как им играть балансиры тоже есть коробки но в основном рапа вы куплены еще в свое время за 300 рублей до сих пор ловит спасибо за познавательный видос и желаю продвижения вашему каналу likes меня обязательно вот этот человек евгений фомин напишите мне вконтакте мне так проще всего связаться с вами вот я в эту удочку как и обещал за свой счет вам отправлю до этого был розыгрыш также победители получили классные призы веку я там отправлял 75 абсолютно новые пить к абсолютно нового отправил людям двум победителям вот так что напишите я вам ее вышлю почтой до свой счет чем понравился комментарий потому что помог человеку вот и все я нормально отношусь критики то есть кто люди писал были такие люди ну ты горит мне не помог у меня опыта очень много и я просто говорит во многом с тобой с тобой солидарен то есть твои наблюдения совпадают с моими но смотрю вдруг узнаю что-то новое и просто интересно смотреть вот то есть нормальная критика нормальный комментарий как бы ничего такого нет было много очень положительных комментариев рад что помогаю но ребят всем потослать не могу у меня к сожалению спонсоров нету то есть все что я разыграю все что отправляют и все за свой счет вот вот такие вот дела как любят слышать мои подписчики и подкалывать меня вот что у нас дальше дальше ребят перевалил мой канал за десятку 10 тысяч подписчиков как заметили ну я очень рад этому потому что канал для меня не только хобби но и общение с вами также это шаг для меня наверное какому-то возможно дальнейшему росту может быть будут спонсоры те же какие-то сотрудничать с фирмами буду например если получится сотрудничать со мной мало кто хочет сотрудничать потому что у меня свои условия вот в общем за десятку канал перевалил сейчас вот разыграем такие замечательные приманки это 75 века спасибо андрею еще раз подписчику который в москве их нашел при привез мне по адекватной цене это еще в том году было андрюха привет тебя мы с ним лично знакомы и вот получается балансир который тоже тяжело найти который тоже стоит дорого как и вика века наверное ну тысяч полторы стоит 75 в цвете светофор офигенно ловит кислота хорошо должна ловить такая века у меня в кислоте века офигенно ловит вот это qasama xpro тот самый qasama который отлично ловит и улюхи у меня по щуке он ловит то есть однозначно рабочая тема xpro 75 с подвесонами плоское пузо отличный балансир тоже как бы не дешевый вариант но на канале разыгрываем только нормальные вещи вот в общем то какие условия будут ребят хотелось бы будет одна просьба будет пост вконтакте просто сделать репост этой записи это поможет продвижению моему моего канала не только моего канала но и моей странице вконтакте для чего это нужно для того чтобы если вдруг появятся какие-то ну там спонсоры рекламодатели мы будем проводить еще больше розыгрышей то есть уже не за мой счет а за их такие вот дела но это просьба просто это не условия конкурса условия конкурса будут простые как всегда просто напишите почему вы ловите судака как вы пришли к этой ловли вообще для чего вы этим занимаетесь я знаю потому что мой канал смотрят любители ловли судака так же как я просто ответьте себе на вопрос в первую очередь почему вы занимаетесь именно ловли судака оставляйте комментарии как вконтакте можете оставлять так и в youtube канале участвует и контакты youtube канал то есть и там и там выберу два комментарии которые мне понравятся и как обычно за свой счет вышлю новые вот такие классные приманки вот то есть никакого обмана нет все призы и когда разыграю все получают ребята вот если смотрят могут в комментариях по вики и по питьку отписаться отправил я призы или не отправилась ли кто-то там например сомневается вечерка ребят у нас сегодня он там ильнур бур собирает всем привет подписывайтесь на канал кстати он сейчас тоже дал проху взял будет немножко снимают ловлю до киношки вот чё у нас сегодня ночной судак все как обычно те же там же практик с собой р-6 про 2 удилка бур все стандартно за бортом ребят пятнашка в городе 13 мороза будем проверять активность рыбы вообще стали выходные морозы дикие там 23 для нашей местности вот ветерок метра три наверно присутствует несмотря что ночь уже после работы вот буквально на пару часиков выбрались проверить да 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 нет нет катастрофика идет сейчас тащит ну ну да опыт не пропьешь я пока возил с этим практиком да вот это да от садачки здесь клюет короче ребят такой вот крайне будет четко поехал от поймал такой вот судакин на китайце опять вот вот ловим дальше ильнур тоже взял рыбу с хорошей сборились ребят третью точку уже на две проверили с ильнуром пусто было даже подъемов не было здесь сразу ильнур поймал меня потом подвис и вот все в районе двушки и опять подъем идет вот вот это да вот это было весело опять китайцы льет сошел четкий удар был сошел четкий удар был не просек подъем 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 просто не просят ты прикинь что там алайне говорит что-то блин поднимается щелк увожу мы сошел подъем я подъем подъем Обломку срезала флюр. Рыба хорошая была вообще. Ну приду, пока их не вышибли все. Их вышибут, я тебе отвечаю. Их барыги первые разберут, потом по полторашке будут подавать. Блин, ну ты что, не хочет и все. Говорят, на любой вивгород ставь, будет плевать. Ага, три поклевки, три подъема, ноль поклевок. Разница есть? Просто не хочется, не все. Так, что поставить? Багет? Что багет поставить? Ну давай четвертый. Рыба хорошая, не жеребка реками все? Ты что, а? Ты что, блин, четыре подъема бросал? Не хочет он полетать? Да, тут гораздо интереснее, да? Есть! Да нет. Достану. Смотри, да, такой закелошник. Теперь норме, я китайца оторвал, и китайца три подъема, три поклевки. Багет мимо, каликаны мимо, четыре подъема не реализовал. Вот, айма сработала в 90. Такая в числоте. Глибка без разницы сколько стоит, что он рабочий-то, ну, понимаешь, за счет чего. Ну, как так вот, ту рыбалку помнишь три подряд подъема, эту три подряд подъема. Подъем опять идет. Ой, жирные полосы, блин. Им и вниз. Полосы вообще короче. Конкретно крупные рыбы стоят. Так, я работаю где-то метр от 1, слышали меня? Да. У меня зум два метра в середине. Да, и вылетает оттуда. Ну, он такой полудохлый, уводишь, клюет. Если правильный гип еще подобрал. Так, че можно ему зарядить? Че он должен съесть? Ширит N73, да? Подъем редкий. Сход. Прям вертикальная полоса. Сход. Полметра протащил исход. Полметра протащил исход. Так легко, что ли? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На третью точку переходим. Ильнур... Я стою на 6 с лишним метров. Ильнур получается метров на 5 на свал. Я ближе к выходу из ямы. У меня не подъема. Он сразу же на опускании ловит судака. Ну, опустил там. Сразу же с ударом поклевка. Перемещаюсь ближе к нему. Получается, ставлю китайца. Реализовываю сразу же подъем на него. На китайца. Ну, чтобы вы понимали, я говорю, это топ. Объективно он мне 4 рыбалки сделал. Причем я макал все вибы. У меня вибы, видите, в коробке почти все японские. На них тоже поклевки есть. Но меньше. Гораздо меньше. Прям в разы. Китайцы, чтобы вы понимали, там уже, по-моему, всех выбили, всех почистили. Мне никакой выгоды с этого нет. Просто говорю реально. Если вы найдете, берите. Цена очень объективная. Тут даже не в цене. Он стоил бы 2 косаря, я бы сейчас этот виб взял. Вот реально. Стоил он 200 что-то с чем-то рублей там. Мне без разницы, сколько виб стоит. Главное, как он ловит. Вот этого ловлю в районе двушки. Ну, 1,7 кг развесил. Весы с собой были. Хороший судак для зимы. С хорошим ударом. Сразу же еще 2 подъема подряд реализую. То есть, 3 подъема, 3 поклевки. Вот что такое китайцы. Он прощает в игре абсолютно все. В перчатках, ну, ты можешь чуть сильнее дать по вибу. Можешь, ну, не такую игру немножко задать. Он прощает все. Делайте главные паузы. Не постоянно мормышите. А разок подняли, пауза. Раз-два, пауза. Там раз-два-три, пауза. Ну, условно говоря, например. Вот. Паузы делайте просто. Нет поклевки. Сразу же дальше уводите. Ну, и что получилось? Все. В итоге садится хороший судак. Я полосы-то вижу. Что там ходит внизу? Там полосы, блин, конкретные. Вот. Явный задвушник. Уже к лунке подтащил. Лесков натяг. И обрезает мне флюр, короче. На хорошей рыбе. Там задвушник. Может, ближе к трем был судак. Ну, прям чувствовался хорошая рыба. Вот. Обрыв на рыбе получил. Короче. И все. Китайца нет. Что думаете дальше я делаю? Ставлю каликану. Рыба активная. Ну, активная, понимали? Она в ауте. Просто чуть-чуть началась активность. А активность, сейчас объясню из-за чего. Там дело не в активности было, а то, что судак на точке стоял в количестве. То есть, ты можешь пройти 2-3 точки, там будет рыба не в количестве. И будет пассивная рыба. Встаешь, где есть конкуренция у рыбы, он клюет. Вот и все. Поэтому может кто-то поймать в 100 метрах мешок, а кто-то, например, попасть просто где рыбы мало и не поймать ни одной. Вот. В чем фишка? Это реально так. По пассивной рыбе. Когда он активный, везде он и где не в количестве тоже активный. А вот пассивный, он включается, когда стоит в количестве. Ну, в общем, ставлю каликану. Вот. Четыре подряд подъема. Жирные подъемы хорошие. Там явно закилошный судак. Двушки, наверное, были. И все мимо. То есть надо что-то тонкое и длинное. Хотя каликана в топе меня. Просто что-то длинное. Чтобы вы понимали, ставлю шеритена. Нифига. Ставлю багет. Нифига. То есть, ну, самые топовые приманки свои. Уже не знаю. У меня один этот китаец несчастный, который на рыбе, который судак оторвал. Получается. Вот правильный вип, он должен так умирать. Вот именно на рыбе. Или срез щуки какой-нибудь. Или получается вот так вот. На нем краски-то уже подъели всю. За эти рыбалки. И все. Давай беру у Ильнура, получается, айму 90-ю. Но я понимаю, что ей прям надо аккуратно. Она стоит вот так вот вообще айма 90-ю. 20 грамм. Во-первых, завесонов тех нету, которые тот вип дает. Ну, на уводе получаю поклевку хорошую. Ловлю за килошника на айму 90-ю. Дальше подъем. Опять профукиваю, короче. Снимаю айму. Я понимаю, что что-то не так делаешь. Прям все. Он просто вниз уходит и все. Ему неинтересно. Вот. То есть тут зависит все от ваших рук, от вашего понимания. Когда ловите по эхолоту пассивную рыбу. Это объективно так. Дальше, получается, ставлю 80-ку. Оригинал у меня есть. Вот. Тоже мимо-мимо, короче, подъем. Ну, надо, понимаю, форма нужна просто правильно. И правильно подать приманку. Потому что айму нужно прям аккуратно мормышить. Чтобы не греметь задним тройником. Вот. В итоге, встаю на ломку. Там, получается, коряги. Снизу засвет идет. Просто поднимаю 30 сантиметров от 1. 3-4 взмаха плавных. Получается. Плавный-плавный взмах. Бах! Хороший удар. Ну, опять закилошник, короче. И все, как отрезал. А, Ильнур еще одного поймал. Тоже. Некрупный попался. Там ему грань, наверное, полкила. Отпустил он. Вот. Вот такая рыбалка в плане понимания. Поэтому, если приходите на точку, и на точке нет поклевок, не вымучивайте судака. Ищите другую точку. Там может быть рыба в количестве, которая будет сразу реагировать. Мы пришли, он сразу. Ильнур встает сразу же. Бах! У него судак хороший. Вот. Так что, все, что нарабатываю, делюсь с вами. Не забывайте про условия конкурса. Добавляйте в ВКонтакте. Будет много полезной информации. Была у меня там на камеру балка. Не знаю, выкладывать, не выкладывать. Там поклевки-то были, понятное дело. Но рыба там неинтересная. Поймали мы рыбу, но... Не крупный судак. Наверное, выкладывать не буду. Вот. Отпускной мы его там поотпускали. Ну, не знаю, может, потом выложу. Прикольно. Тоже по эхолоту все поклевочки. Работал Марви там 90-й. Там глубины другие на 20 метрах попали просто под отсутствие течения. Полное, как в унитазе. Вот. Было, надо было... Понятно теперь, что надо было. Рыбу в количестве надо было искать. Перемещаться больше. Но на камере больно не наперемещаешься без техники. Тоже. Как потом выяснилось, люди там ловили в трех километрах от нас. Раздавало. Трешки влетали. Двушки. Просто в количестве стоял судак. Вот. Ну, кто-то опять ловил, кто-то нет. А мы пролетели. Кама такой водоем, что без техники реально тяжело. То есть ты приезжаешь, ты привязан к точке. Но ты можешь переместиться там на какой-то... Ну, если, условно говоря, в трех-двух километрах от тебя идет раздача, ну... Если тебе, да, кто-то сообщит, ты дойдешь туда-сюда, шесть намотаешь, мы и так там... Я не помню, сколько Эльнур, восемь что искал, намотали. Перемещались тоже. Мы все глубины с восьми до двадцати метров пробили. Просто. А он в ауте. В полнейшем течении нет. Хотел половить на течении, показать, снять видео, но не получилось. Нет тяги, ноль. Просто. Ну, ладно, ребят. Кому понравилось, ставим пальцы вверх. Обязательно, кто не подписан, подписываемся на канал. Будет много полезной информации. Вот. Обязательно нажимайте уведомления. Ну, в виде колокольчика. Когда будет новое видео, вам будет приходить оповещение. И вы его не пропустите. Надеюсь, вы получите какую-то новую информацию для себя. И сможете ее применить на водоемах. Потому что моя задача именно такая. Нет у меня квадрокоптеров. Я не знаю, там куча камер, операторов. Просто делюсь информацией. И вам полезно, многим, я думаю. И мне кайф. То, что кому-то помог. Ну, и видосики смотрят. Нет-нет, более-менее. Ладно, всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok